Гиперреактивность Вот то, что я вам сказал, это сразу понятно Там нет белка в одеколоне или в духах А есть вещи другие какие-то, которые могут быть аллергенными, а может и нет Вот как подходить? Ищем иммунные ответы Иммунные ответы прежде всего это иммуноглобулин Е Ну примерно так Специфические, неспецифические тесты и так далее Холодный воздух, интенсивный свет, перепады температуры могут быть Я лично по утрам, когда начинаю умываться Я в основном, у меня минут 5-10 с носа течет Сопли, я почихаю, повысмаркиваюсь Я знаю, это мой переход вот с холодного, нормальный, ну с постели сюда Я не парюсь, я знаю, что это пройдет Это платочек у меня в кармане лежит, эта бумажка И все нормально Но есть люди, которые требуют вылечить меня от этого Вылечить это совсем другое Это не аллергия, это нужно закаливание Они вообще укрепляющие, бег трусто И прочие-прочие вещи, где там терморегуляция Это вегетатика играет, если правильно сказать Когда там один тонус меняется, ваготоник переходит на симпатотоник Ну ничего страшного, вот это уметь отличить Есть многие люди, говорят, это не страшно, не страшно Это не рак, там, пример, и другая болезнь Нет, я ушел, все ради Бога Есть болезни, там, глотки болит, там, синдромы Силовидного отростка и другие вещи Вот такие, это не аллергия, не аллергия Ну и слава Богу, и все Уже хорошо, человеку объяснили, уже хорошо Вопрос Какое из следующих утверждений о связи между неаллергическим и аллергическим ринитом верно? Это, в большинстве случаев ринит имеет аллергическую, либо неаллергическую этиологию Либо аллергический ринит возникает одновременно Молодцы Василий Иванович, что у нас? У нас тут тоже все, слава Богу Сто процентов правильных ответов Я рад за вас Когда-то я 20 лет назад активно занимался этим вопросом У меня диссертация была отмечена У человека начинается аллергия Постепенно к ней присоединяется гиперреактивность То есть человек раздражительный Становится на другие факторы И проявляется уже Вот, истинная аллергия и гиперреактивность Не наоборот Продолжение следует...